А мы продолжаем наш второй день в Брянске. Сегодня мы просто покатаемся по местным достопримечательностям. Заедем с вами тещей. И все, будем ездить. Только нам немножко неудобно, потому что у нас вся машина завалена. Сзади банки. Здесь банки от бабушки. Вот тут коробка. Там тоже банки. Ну и багажник. Давайте вам днем покажу, как это все выглядит. Вот так вот. И плюс сюда еще рюкзаки пойдут. Но все тут такое хрупкое, поэтому надо быть аккуратным. Катя там тоже что-то записывает. Ладно, я сяду. Буду заводиться. Сегодня, кстати, очень сильный ветер. Мы приехали в кофейню Бриош. Сейчас позавтракаю. Я, правда, вообще не хочу, потому что вчера у нас было крайне много еды. Я даже не помню, когда в последний раз столько ел. У бабушки два раза. Потом в гостях еще разочек. Позавтракали. Ну, для меня это прям перебор. Может быть, сейчас кофейку выпью только и все. И какую-то вкусняшку сюда. Хватит воровать мой контент. Хватит. Помнишь, я тебе говорила, как я называла вот это блюдо в детстве? Как? Вспоминай. Не помню. Закипанка. Закипанка. Смотрите, какую красоту мне принесли. Я не говорю, что в рюкзаке было закипанка. Это то ли сметана, то ли панакота. Семена чиа здесь, видишь? Я все слопал. У девчонок более такие крупные блюда. У Кати бутерброд с ветчиной, сировой помидорами. А у мамы тут яйцо, бакамоле, лосось. И все так же на тостике. Смотрите, друзья. Помимо завтрака мы взяли еще вот такие замечательные пирожные. Красный бархат. Вот их было три штучки. Мамка сразу решила съесть прям в заведение. Это наша вторая попытка попробовать их. Почему? Потому что вчера мы точно такие же купили. И при торможении они просто улетели. Точно тоже стояли и полетели все на пол. Первая наша точка это центральный парк. Там рядом курган находится. На обратном пути пойдем, я вам покажу. Здесь немножко есть даже какой-то видовой панорамки. Вот, можете посмотреть. Здесь высота 200 с чем-то метров над уровнем моря. Прекрасная погода. Единственное, все так же ветрено. И можете наблюдать вот река Десна. И бескрайние просторы. Сейчас уже такая осень-осень. Но все равно приятно, солнышко греет. Ну что, дружок, холодно тебе. Дал бы тебе что-нибудь пожрать, но мне нет ничего. А мой дружбан, кажется, мышку там обнаружил. Прыгал по листьям. Тут еще белочка только что была. Только я ее потерял. Где она? Вон она прыгала. Блин, куда она уползла, а? Ты видишь? Да, я ее сразу. А, во, вижу. Вижу вон она. Опа, что тут у нас? Вот и сам курган. Сооружен в 1968 году. Еще одна точка. Свенский Успенский монастырь. Мужской. Не знаю, внутрь попадем или нет. Выглядит так апокалиптично сейчас. Куча. Белые стены, конечно, напоминают ростовские кремы. Сейчас все изучим, посмотрим. Выглядит очень красиво. И ветрено. Все так же. Вроде бы открыто. Так. Продолжение следует. Поехали. Пол onwards. Продолжение следует. Пох 75%. С heartening. Пол spinner. да тут много где проход только для братья этому чисто сооружению просто посмотрите все церковную лавку будете заходить это так хотелось интересный рассказ какой-то сделать куда-то зайти но никуда зайти ты не можем поэтому наслаждайтесь просто видами еще раз вам покажу вот она школа туда нас не пустили ну и по стенам конечно было бы классно полазить как в ростовском кремле но здесь такого вообще не 7 изюм и 4 повидло прошли чуть дальше за источники и тут очень прикольно панорама открывается родные просторы река десна и конечно крутой вот сам комплекс и вот тут очень странно стоят дома не это покоя не дает потому что там табличка была водоохранная зона но при этом понастроили то есть у них виду конечно вообще супер скорее всего это все незаконная фигня к источнику мы кстати не подходить не очень там странно показалось сверху кладбище внизу источники что я чё-то не понимаю красиво да здесь нормально нормально ну и мы приехали в самый центр брянска знаменитая улица немножко фигово видно конечно к секшн камеры она ведет как раз к отеле в котором мы жили в прошлый раз центральная до гостиницы это называется которого поднимаешься по лестнице тут у нас брянской филармонии все за деревьевые там катюшка выступала вот она областная филармония мы чего не пойдем к десне вот это желтая то что а что это за часы понятно вот он брянск центральный красивые здания здесь они очень уют создают городу а когда их сносят и делают торговый центр и все превращается в полную бескусицу они ходят часы то эти или просто а сколько время посмотрите может быть правильно ходят потому что тут почти а ну немножко они отстают дернулись но мы либо от ветра их немножко надо перевести отстают отстают пойдем расскажешь мне про брянскую филармонию что-то там делала хорошо выступала аплодисменты были а цветы кидали на сцену я помню то что здесь на втором этаже мы нашли короче у нас было не знаю часов шесть-семь до выступления и мы просто там временка было просто переодевались так вот продолжаю мы там все переодевались у нас было очень много времени до выступления мы дети были там не знаю сколько лет по десять по одиннадцать мы там все бегали развлекались и потом каким-то образом мы нашли дыру в стене мы туда пролезли там были какие-то трубы это было очень жарко это отопление наверное было и потом там была дверка такая она была открытой но и сел замок на замок был открыт вот мы сняли этот замок туда зашли и оказалось мы поднялись по лесенке мы нашли старый клуб то есть там стояли бутылки все с паутиней там был этот пилон короче реально клуб который закрыли там сколько-то лет назад подпольный да как будто бы конечно же мы там все исследовали смотрели потом каким-то образом господи простите нас пожалуйста все взрослые вот но мы каким-то образом нашли выход вот представьте над сценой знаете где вот висят шторки да и там наверху на потолке вот над сцены на самой есть такие металлические балки на которых свет и всякие вот эти штуки мы туда залезали пока шел концерт мы были наверху на этих штуках смотрели не то чтобы мы прямо на сцену заходили просто представь вот она эта палка да я понял они не тоненькие мы бы не упали они огромные там все безопасно просто мы вот так вот типа зашли так смотрим на сцене люди выступают вот так вот смотрели за этим всем я сейчас вспоминаю господи бесстрашно зачем мы это делали правонарушители а мы к набережной почти подошли сейчас еще десну немножечко у меня была фотосессия в одиннадцатом или девятом классом в одиннадцатом на альбом потом покажу эти фото давай тут детская площадочка там ресторан как он называется дебри да я когда первый раз приехал в брянск мы там с мамой знакомились с тёщей смысл тёщей мамы а ну и десна вот тут так сколько господи меня а москве сегодня предупреждение ветер до 20 метров в секунду очень ветри а забросили моему домой и сейчас уже едем к нам медведкова мне нравится забросили десант ехать нам практически 6 часов 549 409 км да да потому что будут копиться пробки воскресенье вечером все приезжают с дач и более и так может быть и все 7 часов вы смотреть по дороге тогда заправимся еще разок у меня на 450 есть но сейчас еще и расход 12 2 по городу потому что мы медленно едем останавливаемся а по трассе он уменьшится посмотрим может прям перед дома заправимся ну и в целом погода неплохая но до через пару часиков будет темно вроде да вроде да дождя не должно быть вроде да дождь меня очень сильно бесит что-то мешает видимости ну что погнали группа по зрению семерых сыновей с тремя сыновьями приехал на здание учить религию ислам если возникнет вопрос такой обязательно возникает что как будто нигде нигде не учат да вот ислама почему-то проблем нету везде учат все везде как бы ислам доступны хоть в доме сидишь он доступный для всех и в интернете как бы проблем нету просто у нас есть в исламе что куран кто выучит у того отец и мать начало аллах и падение короны нам 150 километров осталось до дома мы сейчас заправились на плат нефти буквально 30 литров и через пару час уже будем дома очень сильно похолодало сейчас на улице плюс 2 когда мы ехали по брянску было плюс 12 появился первый раз в этом сезоне значочек хорошо что я на зимней резине наверняка многие сейчас на лете едут и это все не работает а если еще и снег который нам обещали до сегодня ночью выпадет вот это будет первый день жизни